МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я буду раскрывать всех секретов. Сегодня у нас очень интересные гости. Действительно, люди, о которых стоит говорить, о которых стоит, мне кажется, и вам рассказать своим родным и близким, и которых стоит показать. Смотрим сейчас сюжет наших корреспондентов, а затем возвращаемся в студию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пересечь всю Россию с запада на восток автостопом отважится далеко не каждый. Тем более сложный этот путь для человека, передвигающегося в инвалидном кресле. Совершить путешествие длиной в 20 тысяч километров отважился Игорь Скикевич, инвалид первой группы. Свой путь он начал 21 мая в городе Таганрог, планируя за 150 дней добраться до края России, острова Шикотан. Для него это не просто путешествие, а экспедиция в честь 70-летия Великой Победы. Свой маршрут он спланировал так, чтобы посетить места боевой славы. Весь свой путь Игорь не расстается с портативной камерой. Я снимаю в пути все, что со мной происходит. Кстати, у меня стоечка, такая интересная, называется ссылочка. По-другому еще ее называют «себяшечка» по-русски. Ее подарили, подарил оператора одного из... В каждом городе он набирает землю на память о необычном путешествии, а также через всю страну. Везет бутылочку с водой из Черного моря. На восходе солнца, когда я приду, доберусь до края нашей земли, я перелив ее в Тихий океан, символически объединив нашу необъятную родину с запада на восток. Победа над собой. Вот смысл каждого дня, прожитого в экспедиции. Доказать не только самому себе, но и всем, кто прикован к инвалидному креслу, что жизнь не теряет красок. В путешествии из города в город Игорь заметил, что за последние 8 лет появилось больше пандусов, и передвигаться инвалиду стало удобнее. Вот только вот здесь я увидел к памятнику, к мемориалу, к вечному огню, есть пандусы. В городах героев везде ступеньки. Чтобы спуститься вниз, приходилось просить людей, чтобы спустили мою коляску, вместе со мной, чтобы я мог разожить цветы. Такая акция не оставила равнодушными людей, которых Игорь встречал на своем пути. В каждом городе находились желающие помочь, провести экскурсию, просто поддержать добрым словом. Самара не стала исключением. Во время возложения цветов к вечному огню, человек в инвалидном кресле с развивающимся за спиной флагом победы привлек внимание местных жителей и гостей города. Это не каждый решится. Мы только прямо рады, завидуем им. Мужеству его поем мы песни. Не последнюю роль в большом путешествии играют ночные волки, участники Всероссийского мотоклуба. Во многих городах ночные волки помогают Игорю в дороге. То есть где-то дают кровь, где-то встречают, провожают, показывают город, где-то устраивают какие-то акции по сбору средств для того, чтобы человек мог продолжить свою дорогу. Чем можем, героям своей страны мы помогаем. На своем пути Игорь сталкивается со множеством испытаний, которые сложно преодолеть человеку без проблем со здоровьем. Тем более человек в инвалидном кресле. Дождь, град и ураганный ветер. Однако, несмотря на все, он не падает духом и продолжает свое странствие. Следующий город на маршруте – Оренбург. Мы вами гордимся, мы вас увидели очень даже рады. Всего вам доброго, здоровья! Ну что, продолжается наш эфир. Мы посмотрели сюжет. Я думаю, вам будет интересно познакомиться с нашими сегодняшними гостями. Я представляю вам с большим удовольствием человека-легенда, уже можно героя сюжета. Это путешественник Игорь Скикевич. Здравствуйте. Сопровождают и здесь в студии, в том числе, его друзья. Это представители клуба «Ночные волки». С нами здесь Александр Лышкарев. Здравствуйте. И Алексей Чугуров. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, наверное, Игоря хочется попросить рассказать о своих впечатлениях. Как встретила Самара? Кто вас здесь встретил? Какие эмоции? На протяжении 50 дней, чуть больше 50 дней, впечатления очень разные. То, что происходит у меня по маршруту, конечно, впечатляет. Впечатляет то, что даже сам не ожидал. У меня маршрут идет Экспром, там практически города, которые я посещаю, в которые еду. Там нет знакомых, у меня нет с кем. Какие-то были какие-то знакомства. Это разные. И приходится по маршруту все это делать. Прямо по ходу пьеса, как говорится. Вот в Самару также я уезжал. Но у меня еще живет одноклассница. Вот познакомился уже Экспромтом с ребятами из клуба «Ночные волки», из мотоклуба. Вот. И мы с ними связались по связи. Они уже за сутки ждали меня, чтобы мне помочь встретить. Меня. И я ехал уже вечером. К вечеру приезжал в Самару, чтобы меня помочь обеспечить жильем и провести определенные мероприятия по городу Самары. То, что в первые часы, в первые минуты даже меня впечатлило, когда я подъехал, когда я ехал в Самару, мы остановились в торговом центре московский. Водитель, который вез меня в Самару, он должен был забрать людей, ваших жителей. Я открываю дверь, и стоит женщина, чтобы пересесть на мое сидение, на переднее. Я ехал в переднее сидение. Она встала как вкопана от удивления. Потому что, видимо, она сказала, говорит, я видела вас уже по телевизору, показали по федеральному какому-то каналу. Вот она просто была в шоке. В шоке, да, у нее. Я встретила путешественника, мне так повезло. Знаете, она сдала собирать свою группу, сразу же сфотографироваться, взять. Я всем дарю вот такие вот открыточки, которые я сделал для путешествия, чтобы люди видели весь мой маршрут. Те города, которые я пересекаю, которые уже прошел, и которые пойдут дальше. Здесь более 60 городов, 63 или 65, и города добавляются. Вот на данный момент добавилось у меня еще 4 города. Завуд, Завуд? Да, уже Завуд и Екатеринбург, город, который мне не указан по карте, потому что немножко в стороне от моего маршрута был. Но, тем не менее, появились люди, которые хотят встретиться, хотят разнообразить мой маршрут определенными мероприятиями. Я согласился, конечно, въехать в этот город и побыть там суток-двое в среднем. Уже зовут Томск, подсоединился, но Томск еще далековато севернее. Не знаю, смогу ли я туда попасть, но тем не менее, желающие есть, чтобы как-то поучаствовать в внесении, поучаствовать в передвижении флага победы по России. Но вообще тут написано, у меня есть информация, что вы стартовали в Республике Крым и до Курильских островов. Верная информация? Нет. По сути, я стартовал с Таганрога. Потому что я как житель Таганрога стал, я бывший сахалинец. На Сокреме я прожил 30 лет, 16 лет прожил на Дальнем Востоке, в Приморском крае, это Усть-Туристский Владивосток. И последние 4 года переехал в Таганрог, живу теперь там. Поэтому, осуществляя свой маршрут, когда я его разрабатывал, я, значит, взял курс на Крым. То есть, чтобы туда попасть, мне пришлось переехать в Ростов, добраться, и оттуда, по-моему, более 16 часов я добрался до Севастополя. Я тут уже начал дальше двигаться по городам боевой воинской славы. Маршрут очень зигзагообразный. Города у нас находятся в разных точках России. Прямого нету, да. И вот поэтому разрабатывал маршрут, я даже преднамеренно брал города, чтобы достичь цифры 20 тысяч километров. Почему? Потому что у нас есть, вы все знаете, книгу, роман «20 тысяч леп под водой». Ну, здесь вот я хотел… Сколько, оказывается, таких, получается, интересных факторов? Ну, то было, как говорится, роман, это же сказка. Ну, как сказка? Это фантастика своего рода. А здесь захотелось в реале сделать такой путь. Конечно, не на коляске передвигаясь по трассе, потому что могут избить, и нюансы разные, и погодные условия, и это невозможно. Это физически, даже велосипедистам ехать в такие расстояния длительные. С такой скорбкой коляской, конечно, я бы пять лет добирался. Поэтому я выбрал, выбрал, значит, стиль маршрута автостопом. Ну, он очень сложный, кстати. Это не просто сесть, купить на поезд билет или там на маршрутный автобус межгородской и поехать, передвигаясь таким вот образом. Нет, здесь я специально усложнил, чтобы посмотреть, как относится народ, как россияне относятся к моему передвижению с флагом Победы, даже непосредственно. Вот здесь, как раз, и есть вся именно изюминка этого путешествия, отношение к патриотической стороне этой экспедиции. Вот, поэтому я выбираю маршруты, и на, значит, посчитывая по виртуальной карте, тут километры, и у меня так и вышло, как раз более 20 тысяч километров до Курисской гряды. Как раз, вот прям, буквально там плюс-минус 500 миль, ой, 500 километров. Вот, ну, это уже большую роль Ленинград. В среднем 20 тысяч километров я должен пройти. Я их пройду, да. То есть это будет показать, мы покажем это тем, западным странам, что россияне, русский человек, мы тоже способны в реальности это показать. Это подвиг, действительно. Вот, я стараюсь, но я не считаю себя как за героем, я не считаю себя за подвиг, я делаю то, что считаю нужным. Потому что в этом году у нас юбилей, 70 лет, великой победы, великой Отечественной войны. Вот, поэтому в марте месяце, когда я наблюдал в новостях, в передачах, подготовка к параду, подготовка всех россиян, как они хотят этот праздник встретить. Ну, вы знаете, вот сразу такие вот мурашки, гордость за нашу страну. Вот, ночные волки ребята поехали на Берлин, пробивались, пытались, их не пускали, вот это я все это видел. Вот, я решил тоже как бы поучаствовать в этом мероприятии. Ну, думаю, до Берлина-то я день не дойду, у меня и законопаспорта нету. А так как я житель Сахалина, да. А я потом стал смотреть в интернете, стал искать, кто куда из путешественников ходил по России, несли флаг. Первым делом, что я заметил, что даже авто, ну, даже ребята знают мото, да, допустим, или там левостовские ребята, московские. У них, конечно, маршрут определенный свой, потому что люди работают, тоже заняты. Я не просил в плане того, что я свободная личность в данной ситуации. То есть я не бременю с течение времени или с течение обстоятельствами. Все, я бывший таежник, то есть это я любитель путешествия по тайге, опыт выживания в тайге у меня очень хорошее, не скрываю это. То есть забросить меня на непитаемый остров, я там без ничего без детки смогу поймать рыбу. Я знаю, как это делается. Я себе крючки сделал из того, что есть растет в нашей природе. Вот поучиться нужно, я думаю, это многим. Здесь страху попасть на те места, где я бывал, я мечтаю порыбачить с коляски, спалиться на плоту, опуститься под воду с аквалангом прямо именно с коляски. То есть это мой стиль жизни, когда раньше я жил и был полноценным, как говорится, этим человеком. Поэтому, чтобы вспомнить то состояние, когда я ходил, даже я не чувствую, что у меня нет ног. Я это все делаю на коляске. Вполне я перемещаюсь где угодно. Главное, правильно, во-первых, общаться с людьми тоже. То есть не бояться, не сражиться того, что тебе не помогут. Они помогают. Всегда людей добрых много. Поэтому даже на девятый этаж меня заносили. Ну вот о помощи я хотела спросить. Все-таки ребята откликнулись. Хотела спросить у Алексея, Александра. Алексей, ну вот как вы услышали, как вы узнали про Игоря? Ну, Игорь не у нас, у первых, как бы, гостил из Нечных Волков. И к нам он из Казани прибыл. Соответственно, казанские ребята нас оповестили, что к нам едет Игорь, и надо бы организовать встречу. Соответственно, у нас это отлаженная система между городами, взаимодействие. То есть мы встречаем подобных путешественников. Ну, правда, таких нету. Такой на моей жизни впервые человек. Это какое-то удивление, это шок, это, может быть, какие-то другие эмоции. Наверное, это все-таки гордость. Наверное, в первую очередь гордость за то, что у нас на Руси есть такие люди. Вы знаете, ну, не просто так говорят, да, что русские не сдаются. Вот это колоссальный пример того, что мы никогда не сдаемся и никому, и ни при каких условиях. Наверное, вот это первое, что было. А флаг победы, ну, это гордость, это гордость, это патриотизм в первую очередь. Александр, у вас какие мысли, какие эмоции? То же самое, я присоединяюсь к словам Алексея, это гордость, это раз. А во-вторых, это пособие наглядное, вот оно, живое, легенда. Хоть и скромничая, да, сидит? Да, это человек-легенда, по большому счету, который по России совершил вот это, такую поездку, такой пробег. Он еще не закончил. Он еще не закончился. Мне кажется, там потом обратная дорога будет наверняка. Да, да. Еще вот, как сейчас Игорь сказал, то, что придется еще два города в маршрут, то есть, соответственно, их еще больше появится. Угу. Вот, потому что, как бы, средства массовой информации в любом случае, как бы, информацией делятся. То есть, люди это смотрят, будут идти приглашения. То есть, останется только одно – радоваться и гордиться в этом случае. Ну, и еще наглядный пример для живых людей, которые вот живут вокруг, смотрят это и пусть борются дальше. Пусть не опускают руки, пусть двигаются вперед. Ну, такой вопрос. У нас, получается, тоже в Самаре есть, да, отделение вашего клуба? Да, конечно. Угу. То есть, и частенько так вот, я так понимаю, проезжают лихие путешественники, которые просят помощи, поддержки. Да, конечно. Совсем недавно вот француз проезжал через Самару. Он на мотоцикле вокруг мира. Да, я слышал про него тоже. Немножко вы себе не пересеклись. Чуть-чуть, буквально в один день мы были вместе, но мы не знали. Вот мы в Павло попали на фестиваль. Да, да, да. Это после Самару. Он после Самару попал. Да. Мы там были в один же день, но мы не знали, я не знаю, что перестегнулся, это ногу свело, была группа с Максимом, вот успели сфотографироваться. И с нашей рок-певицей Ольгой Кормухиной. А, Кормухиной. Ульга Кормухина буквально между автобусами, быстренько с ней заснялись фотографии, она тоже уже знала про меня, оказывается. Как-то вот так вот быстро там все это так вот сделали. Но, тем не менее, конечно, встречал я по пути в Москве на Красной площади и встретил путешественника велосипедиста Сербии. Вот. Он ехал на сторону Эстонии в Прибалтику. Вот так же он удивился, вот эту вывеску он по-русски говорит, удивился, как у нас их колено, он за голову взялся. Давай сфотографировались, там даже полицейская подошла девушка. То есть вот приходится в пути, встречая путешественников издалека. В Феодосии встретил паломника босиком с такими вот ногами большими, такой он высокого метра два ростом, борода, молодой парень, лет, наверное, 30-35, не больше, с таким большим посохом, с котомочкой, босиком. Как из сказки, да? Да. И он по бульвару топал, меня увидал, наклонился, мне вот так вот, тоже эту вывеску увидал. То есть, что интересно, я вот наблюдаю за реакцией людей, вот они вчера были свидетелями, да, ребята, когда мы провели возложение цветов, закончили это мероприятие, стояли возле мэрии, мужчина, сидевший просто в машине, вышел с машины, вот увидел просто флаг, подошел, пожал руку. Ну, какая нормальная реакция. А вы теперь ответьте мне на вопросы, скажите, в Севастополе, город Герой, я приехал на Вечный Огонь, можно я скажу так, как оно было, как происходит по маршруту, по-моему, что я вижу. У меня вот есть видеокамера, которая снимает все мои передвижения, практически основные, вот я уже стараюсь все моменты эти фиксировать, вот Вечный Огонь. операторы ГТРК, допустим, знали, что я приезжаю тоже их в курсе я ловю. И у них одновременно, я почему спешил попасть в Смоленск, в Смоленске там было, на Вечный Огонь, там приходило возжжение цветов, тоже автопробега дорогами победы. Вот я решил как бы тоже встретиться с ними, хоть даже поздороваться с ребятами, пожать им руку. И вот напротив Вечного Огня, здесь есть народ сбоку. Я только стал поддержать народу, шла была пасмурная погода, шла немножко морозь, и народ сразу понял, что я путешественник. То есть моя вывеска, автостопчик, она показывает, что я путешественник. Вот у меня цветы с собой были на коленках, флаг Победы есть у нас сзади, мой, который мы видим. И здесь получается, я подумал, что, и я созвонился с организаторами этого проекта, которых встречал организатор именно по Смоленску, я не снялся это говорить, потому что это факт имеет место быть. Почему? Я ничего не требовал, ничего от людей, но просто посмотрел отношение к патриотизму, о котором они сами же говорили на этом Вечном Огне. Никто ко мне не подошел из руководства, из администрации, ни телевидения. То есть они видели и осуществляли только свое мероприятие, вот именно получается такое ощущение… Кто это такой, не по протоколу, да? Да, да. То есть они разделяют, они сказали, они разговаривали минут 15 о патриотизме, что помогают, что они с народом, что они гордятся такими людьми, которые вот автопробегом, что такую патриотическую часть. А я, как вот ущемленный, какой-то вот, знаете, бомж сидит, это в колясочке, вот. Хотя сама экипировка показана, что я путешествую специально это было подарено заводом на объединение в Лимаксме, что немножко я отличался от того, что… Потому что эта куртка тоже должна была пройти велопробег, они не прошли, не хватило средств у многих организаций, и эту куртку подарили мне, чтобы как раз она шла по маршруту, к которому я сейчас иду. Там слишком много людей участвовало, но оказалось, что она все-таки пошла в путь, пошла в дорогу. Пригодилась? Да, пригодилась. Во-первых, по ней меня различают. Вот, чтобы… Узнают уже. Человек белый, синий, красный, с банданой. Да, уже узнают. Уже такой образ. То есть, это как бы атрибут, который необходим тоже любому под определенный статус. Вот, допустим, у ребят, у них свой атрибут. Конечно, их видно. Такие вот интересные куртки такие хорошие, такие брутальные, ну, такие мужские, как сказать, вот. И также вот здесь я столкнулся с тем, что у нас на патриотизме просто пытаются его использовать для каких-то других целей. на высоте… То есть, у нас есть мальчик вчера, мы видели, мальчик подходит, дает 200 рублей. Он собирал его на Кока-Колу. Реально, это было живьем. Я хочу… Пятиклассник, звать его Аким, имя интересно. Аким, да. Да, он дает 200 рублей. Здесь бабушка, бабушка чуть не заплакала от того, что мальчик, ее внук отнесся. А я как раз подарил ему такую открыточку, вот эту, которую я сделал. Тут написано, кто по возможности подержать экспедицию. Вот он, видимо, прочитал по городам, вот он так скромный такой парнишка. Вот. Он 200 рублей, говорит, я копил, возьмите, пожалуйста, я хочу помочь в внесении флага. Все. Знаете, вот гордость за этого парня, который растет, который видит вот это все. Он, когда узнал, когда видел, что таночные волки, он держал флаг Сахарина у меня с собой. Он зафотографировался, да, вот с таким, знаете. И он пообещал в камеру мне, что он будет патриотом, выучит английский язык, до конца, он сам отличник в школе, посвящает джудо. То есть, видно, у человека, мы дали ему частичку той части. Ну, вера какой-то, наверное. А? Он поверил в вас. Поверил, да, он видит, что. Вот. Что вы настоящие. Да, да, да. Вот у него такие глаза были. Он с нами шел везде с этим флагом. Сахаринская, сзади на флаг победа. Толпа людей против одного мальчика. Да, да. Мне кажется, это вполне... Просто интересно вот посмотреть. Ну, интересно, я подошел к Думполковника, которые участвовали тоже в своем проекте. Дарю им эти открыточки и спросил, я всех всегда спрашиваю, как вы относитесь к такому, вот, к такой вот миссии или, как сказать правильно, вот к такому, к такому путешествию. на автостопщика. Они посмотрели, ну, нормально, молодец, все, молодец, все, удачи тебе. Вот на этом и все, и закончился наш разговор. То есть я ничего не требовал, просто посмотрел отношения. Вот, во-первых, а вот вследствие массовой информации в Смоленске вот узнал один человек, просто какой-то бизнесмен, он сам мне позвонил и говорит, я хочу вам подарить гостиницу. На сутки, сутки, двое, сколько вы будете. Я говорю, я буду сутки. Спасибо вам большое. Он снял дорогую гостиницу у меня, где я жил. После съемки я поехал туда уже, она была забронирована под мою фамилию. То есть, понимаете, люди с полуслова. Ну, да. То есть отношения совершенно различные. А у нас есть фотографии, которые, давайте мы сейчас посмотрим, и вы расскажете, может быть, как начиналось ваше путешествие, кого мы видим на этих фото. Можно, да? Да, вот это я удалось поприсутствовать в Воронеже. Был парад театров, там с многих городов мира собирались театралы, и там был фестиваль. Начало фестиваля проходил, вот почувствовалось мне приехать на этот фестиваль. Это город Орвел, я приехал, он написан, да? Как он написан? Воронеж. Да, у меня вот еще интересный вопрос. У вас активная социальная сеть, люди вам пишут, на странице кидают фотографии, я вот тоже эти фотографии... Это КПРФ. Обычные люди. Обычные люди. Они подарили мне свой шарф такой, прямо у них КПРФ, серпы молотом, КПРФ, говорят, мы тоже это приветствуем, вот сфотографировались. То есть люди видят значимость этой экспедиции и пытаются тоже меня поддержать. А с чем вы путешествуете? Что у вас есть с собой? У меня две спортивные сумки, рюкзак за спиной, так сказать, тревожный чемоданчик, как у военных. То есть там все самые необходимые в городе у меня принадлежности. Это великие луки. Это было как раз 22 июня. День памяти. Это вот первая встреча с питерскими ночными волками. Питер, вот первые они встретили. У меня квартала в 20, мы флаг Победы везли по Петербургу к площади Победы, возжили цветы. Ну как люди реагируют вот по-разному? Сигналы, когда флаг ведет по городу, сигналы пропускают прямо, вы знаете, на ура, на ура просто. Какой-то храм, да, вы посетили еще? Да, это Великий Новгород, Софийский собор. Это я как раз встретил мотопаломничество. С Москвы шли ребята в ночные волки. Вот мы там с ними пересекли, встретились. И также я у них пожил, вместе с ними ночевал. Русский путь нашел. Да, Русский путь нашел. Вот это я как раз ехал на Москву, последний город-герой, который я посещал. Это я выехал с Великого Новгорода как раз в пять вечера. Вот так вот я ехал. Мы ехали всю ночь. До 4 утра мы ехали с дальнобойщиком, жарили яички с колбасой, с сосисками прямо в машине. Хорошо. Или кофе, да, вот так. И флаг я привез. Что интересно, 4 часа утра, когда пяли фашисты, а я 4 утра привез флаг в Москву Победы. То есть мы победили все равно. Это символично, да? Символично, да. Очень много знаков, символов. Очень много знаков прямо вот как какое-то происходит в пути. Я прям вижу. И вот что интересно, я убегаю от дождя тайфунов. Вот буквально по пятам за мной постоянно идет дождь или тайфун. Я тут встретился, уже ночью приехал и Саша. Саша. Да. Золдостанов. Все его знают как хирург. Вот такая легендарная личность. Он мне тоже подал такую прям вот эти посылы, такую мощь, энергию. Энергию. Вот. Это администратор. А что люди говорят, допустим, в напутстве или какие-то, может быть, еще слова? Очень много пишут. И прямо на блокнотике пишут мне на путь, все пожелания. Вот. Всегда эту дорогу дают какую-то копеечку. Всегда вот. Я вот, я давно уже потратил все свои средства, еще в Воронеже. Когда увидал, что нужна хорошая видеокамера, чтобы мне только iPhone был, я решил потратить на GoPro. То есть она сейчас мне выручает, описывая весь маршрут. В дальнейшем я хочу сделать документальный фильм. Обязательно. Вот. И написать книгу цветную. Нет, книгу это прям, я думаю, даже обязательно нужно сделать. В Москве на Поколонной горе приезжают представители антимайдана, боевого братства. Понимаете, все люди пытаются поучаствовать в несении флага по России, помогать кто как может. А вот сравнивают с кем-нибудь, с каким-нибудь героем, персонажем? Знаете, раза три, наверное, сравнивали. Как же, я забыл уже, просто с головой столько информации, столько, что я за всю жизнь не получал такую дозу. Фильм про путешественника, тоже в очках, как его называть, мальчик, который бегал вечно. Форест Гамп? Да, Форест Гамп. Почему это с ним сравнивать? Потому что у него тоже была цель, у него была сила воли невероятная. Я этот фильм не видел. Посмотрите. Я думаю, обязательно. Ну, а куда путь держите после Самары? Дальше? Оренбург. В Оренбурге я хочу посетить, постараться, если получится, завтра мне там, где учился Гагарин. Угу. Училище. Училище, да. Оттуда уже проехать в Южный Урал до Уфы. Еще проехать, посмотреть, поснимать, выехать рано утром. Это, значит, кадрик. Это мои друзья, это краеведы в Самаре. Кстати, мы прибыли на Волгу. Флаг Победы провезли мы по Волге на катере. То есть он не только проехал уже и поездом, и машинами, и легковыми, и на пароме в Керчи на порт Кавказ. То есть он уже прошел и по Волге. И тут сразу же меня осенела мысль, вот все это происходит в путешествии, значит, какие-то появляются новые проекты небольшие. Идеи рождаются. Идеи, да. Я тут решил сразу, Светлана Крылая моя знакомая, хорошая, вот она сразу набрала водички с Волги. Тоже. Да, это же, говорит, матушка Волга, ты обязан ее взять. Все, это точно, матушка Волга. Значит, соответственно, у меня еще Байкал набрали. Конечно. Да, и получается, это будет крестная мать и крестный отец для Черного моря и Тихого океана. То есть когда я в Черное море привезу на Курильские острова, на край света этот мыс, это край света, который зовется. Естественно, у меня солдатская большая кружка есть с Волгограда, с нашей звездой, с красной звездой. И вот я эту кружку перелью, значит… Все четыре? Все четыре, да, жидкости, все три. Все три, в четвертую. Да, это, получается, матушка Волга и батюшка Байкал как бы их даст добро. То есть получается… Естественно, я себе тоже почти оставлю для личной коллекции. И у меня будет коллекция путешественников. Обязательно. Конечно. Потому что много дарят подарков. Вот поэтому эту воду я переливаю. Подниму флаг Победы. И у меня с каждого города есть флажки. И есть в импио города Самара уже подарили. На нем расписались корееведы и мои друзья-музыканты. Здесь тоже музыканты организовали для меня лично концерт в ресторанчике. Они спели порядка 15 песен. Пела оперная певица. То есть именно они тоже поучаствовали. Какие молодцы. Да, соприкоснулись с флагом Победы. Они прям бросили работу. Вечером приехали. Шел ветер сильный. Помните, в воскресенье погода была плохая? Конечно. Холодно было. Тем не менее, они приехали. Попросили наредовать какое-то помещение в ресторане. Им дали ради такого случая. То есть каждый пытается, кто понимает смысл этой экспедиции, как-то поучаствовать в ней. Я очень за это рад и благодарен тем людям, которые мне помогают. Которые сделают ее краше, сделают ее интересней. Потому что города боевой славы, воинской славы, я уже прошел по европейской части. Остаются несколько городов на Дальнем Востоке. И Сахалин, где я все эти места боевой славы, практически все, я в свое время прошел. В юности, в детстве и уже более в зрелом возрасте. Потому что я сам краевед, изучаю историю. Край Сахалина изучал, Приморского края. Посещал часто Сахалин. Сам любитель археолог, любитель покопать. Для меня это тоже слабость. У меня есть клуб археологов. В двух местах. В этом Уширийске и на Сахалине. Где мне хотят уже наконец-то посвятить. Я как вечный студент. С 1988 года, все копаю-копаю, они как, еще не посвящены археологи. Не накопали. А еще не посвящены археологи. То есть, если ребята уже приняли меня в свой, так сказать, штате. Я начинающий так маленький еще волчонок. Это вот подарили мне майку от Саши хирурга, привезли. Вот наклейки волков сделали здесь свои. Обозначили. Обозначили, что я их не брат. Свой. Да, свой. Что везде есть дорога, если где я встречу, всегда. Даже подарили сим-карту специально. У них есть, оказывается, сим-карта. Ну, что же у всех секрет-то раздружишь, раскрывается. Конечно, можно. По этой сим-карте, когда я звоню, там закодированные есть четыре цифры. Они узнают, что я свой человек, что я русский мотоциклист. Здесь на майке написано «Русские мотоциклисты». Вот такая фигулочка. А в Ренбурге будут вас встречать? Да. Да, уже вот передали информацию. Ждут. Ждут, да. Слушайте, ну здорово. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я искренне вас благодарю, что вы пришли, приехали. Помогаете. Вам в счастливого пути. Будем следить за тем, как вы передвигаетесь, друзья. Всю информацию подробную можно будет найти у нас на сайте нашей группе. Программа «Универсальный формат». Сделаем перепост странички Игоря и следите за ним. Пишите, фотографируйтесь, выкладывайте. Фотографии действительно удивительное событие, которое не должно пройти мимо каждого из нас. В конце программы хочется, наверное, посмотреть небольшую нарезку видеоролика о том, как это путешествие проходит и что интересного происходило в течение этого пути. Ну, а мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова